Эта группа открылась после ремонта всего неделю назад. Здесь обновили абсолютно всё. Поменяли окна, зашпаклевали и покрасили стены и потолок, отремонтировали электрику. Здесь красиво и можно много играть. И то, что много тут игрушек. А ещё можно здесь приносить игрушки и играть в них. Всего в детском саду номер 69 меньше, чем за месяц отремонтировали две группы, а также с нуля сделали кабинет психолога. Раньше в этом помещении был склад. Всё это стало возможно благодаря помощи местных предпринимателей. Шефов для каждого, нуждающегося в ремонте детского учреждения, выбрали с их согласия на специальном совещании в городской администрации. Процесс контролирует лично глава города. Если каждый, кто занимается делом в городе Сочи и зарабатывает деньги, имеет такую возможность помочь, это будет честно, благородно. И я думаю, они будут сами от этого благодарны тем, кто это предложил. Потому что иногда нужно немножко подтолкнуть, и дело пойдёт вперёд. Это очень, я считаю, надо поддерживать. А в 14-й школе ремонт ещё только планируют начать. Здесь первая необходимость – обновить фасад здания. На первом этаже это уже недавно сделали. Теперь в порядок решено привезти и верхние этажи. Сейчас ведутся подготовительные работы, составляется смета. Через неделю здесь заканчивает свою работу школьный лагерь. После этого сразу начнётся ремонт. Бюджет задействован. Мы встроим новые помещения в детских садах, создаём дополнительные места, но не на всё хватает денег. И поэтому по инициативе главы социально активные предприниматели, бизнесмены, владельцы гостиниц, магазинов помогают нашим образовательным учреждениям подготовиться к новому учебному году. Всего этим летом в Сочи планируют отремонтировать 68 детских садов и 52 школы. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.